Выборы без выбора. Без оппозиции, без фамилий кандидатов, на засекреченных локациях либо, наоборот, в скверах и парках. 10 сентября Москва объявила единым днем голосования, когда впервые зовут на участке и тех, кто живет на оккупированных территориях Украины. Но если выборы в самой России давно уже превратились в откровенный фарс, то что тогда вообще говорить о Донбассе? Или о части украинских территорий и областей, которые Москва объявила своими в том году? Прямо сейчас расскажу обо всем по порядку. На Донбассе, в Луганской, Херсонской, Запорожской областях, вернее в тех частях, которые контролирует Москва, процесс стартовал еще неделю назад — 31 августа. Якобы для безопасности, чтобы избежать большого скопления людей. Но независимые наблюдатели рассказывают, что этими же соображениями безопасности решили оправдать совсем уж странные решения. К примеру, местных жителей зовут на участке. Но в бюллетенях только название партий. А кого от этих самых партий пытаются протянуть в создаваемые Россией так называемые народные советы — людям вообще нигде никто не сообщил. Партий, которых допустили к процессу, всего четыре или пять. Никто точно не знает, кстати. Все провластные. Конечно же, не обошлось без «Единой России», куда без коммунистов и ЛДПР. И если их представителям везде зеленый свет, то независимым наблюдателям куда сложнее. Ну, в общем, как всегда. Во-первых, они не хотят ехать, чтобы не придавать происходящему легитимности. Наша позиция категорична. Это не выборы и это совершенно незаконно. Мы не хотим принимать в этом участие. Мы не будем там наблюдать. Мы, конечно, нам очень интересно узнать, какие цифры будут на этих участках, какую там выдадут явку, какие там будут результаты. Да, это знать хотелось бы, но мы не желаем в этом участвовать. Часто говорят, что, собственно, российские выборы – это тоже давно не выборы. Но даже если и захотели бы посмотреть на происходящее своими глазами, чужим там никто не рад. Там система безопасности, независимый наблюдатель не будет туда допущен. Да. Наверное, могли бы помочь журналисты. Но вы понимаете, вот мы помним, как туда пыталась проникнуть Елена Костюченко. И Дмитрий Муратов ей позвонил и сказал, что стоп, потому что есть задание тебя убить. Понимаете, да, какие риски? В Запорожской области целая избирательная карусель. По селам гастролируют в прямом смысле слова 122 группы неких уполномоченных, которые предлагают людям проголосовать досрочно. Неразбериха дикая. Но для этого, видимо, все так и делается. Чтобы потом можно было нарисовать явку. А кто уже там кинул бюллетень на дому или местный житель, или по ходу пачку вкинули, какие-то военные, может быть, ничего не известно. Разбираться никто уже точно не будет. Безусловно, это все имитация, на которую потом будут ссылаться, пытаясь оправдать свою легитимность. Будут говорить, что нас выбрали свободно волеизъявлением, но здесь нет никакого волеизъявления. И пускай. Мне кажется, что чем больше будет вот таких возмутительных особенностей у этих выборов, тем очевиднее будет нелегитимность тех людей, которые там сядут и будут изображать какие-то законные власти. Они незаконные в корне. Ситуация настолько странна, что российские независимые СМИ даже решили провести журналистское расследование. Понять, каким образом в Кремле решили сформировать все эти многочисленные народные советы. Выяснилось, что в среднем треть претендентов это вообще домохозяйки, пенсионеры, безработные. Ну понятно. А есть списки от партии, где таких кандидатов с улицы так вообще 50%. До половины кандидатов от некоторых партий это вообще ноунеймы, да, то есть люди, о которых вообще ничего не известно. Но есть и несколько крупных фигур. Например, это Слуцкий, который глава ЛДПР, он решил баллотироваться сразу во всех четырех регионах. Понятно, что никто из московских чиновников ни на Донбасс, ни в Запорожье не поедет. Страшно ж. Раскрученные лица, которые люди явно видели по российскому телевидению, используют просто как ширму в этом случае. Хотя есть и те, кто, видимо, настроен решать свой бизнес. Вопросы на этих территориях. Вот и решил обзавестись корочками. Там есть еще депутат Госдумы Игорь Костюкевич, который в Херсонской области идет, по-моему, если я не ошибаюсь, вторым номером в партийном списке. Это человек, который причастен к вывозу детей из Херсона. Ну вообще после начала полномасштабной войны, я так понимаю, что в этой области он развернул активную деятельность, ввозит туда гуманитарку и все такое. В общем, одиозный такой персонаж. Интересная деталь. Желающих баллотироваться, видимо, не хватало настолько, что Кремлю пришлось посылать десант, внося в списки даже рядовых бюрократов из президентской администрации, в том числе и фигурантов американских черных списков. Там есть сотрудники администрации президента, но крупные они исключительно по тому, что работают в таком ведомстве, в администрации президента. О самих них мало что известно, и до недавнего времени они в публичном поле не появлялись. Один из них, фамилия его стала известна после того, как США внесли его в свой санкционный список, за то, что он был причастен к организации вот этого референдума в Запорожье и к организации пунктов фильтрации. Вот его внесли в санкционный список, и, собственно, он как раз от Запорожья и идет. Секретность такая, что даже в списке кандидатов, которые, по идее, просто обязаны быть в открытом доступе, на сайте Центра избиркома вроде бы и выложили. Но настолько хитро, что даже журналисты-расследователи с трудом их нашли. Что уж тогда говорить о людях, которые оказались на оккупированных территориях, и которых за всех этих персонажей призывают теперь голосовать. Мы видим, что Единая Россия, которая, скорее всего, будет доминировать, она, видим, местным жителям пока не доверяет. И у них, у этих кандидатов, там всего половина местных. Остальные – это назначенцы из России или из Крыма. Журналисты обнаружили в списках и людей, для которых баллотироваться хоть куда-то. Это как хобби. Ну, любят они внимание. Вечно никуда не проходят, но каждый раз тешат самолюбие, получая свою минуту славы. Десятки раз кто-то баллотировался по 20 раз на выборы разного уровня, кто-то по 15. Никуда не прошел и, в общем, продолжил свою серийную карьеру на оккупированных территориях сейчас. Кандидат, до которого моя собеседница даже дозвонилась. Так вообще, похоже, идут депутаты, чтобы откосить от службы в армии. Но, оказывается, там так можно. В России теперь, если ты согласен торговать лицом на оккупированных территориях, то дадут возможность окопаться в тылу. Это москвич, которого мобилизовали, и он почти год провел в Запорожье на линии фронта. И потом по каким-то причинам решил там баллотироваться в депутаты. Возможно, это такой способ откосить от фронта. Когда уже не в моготу как бы воевать, то можно пойти в депутаты. По поводу так называемой легитимности всех этих вновь создаваемых народных советов, иллюзий, похоже, нет даже у тех, кто туда баллотируется. Простой пример. Стоило журналистам дозвониться до без пяти минут вершителей судеб, как те начинали разыгрывать спектакль и рассказывать, что они — это вообще не они. У одного из них случилось некоторое даже раздвоение личности, когда он, значит, долго спрашивал, а кому мы звоним. Мы сказали, что мы звоним ему. Он сказал, а, это вы не со мной разговариваете, его нету. Значит, с кем мы не с ним разговариваем, и кого его, он не пояснил. Но потом мы нашли видео его выступления, и, в общем, по голосу там очевидно, что это был он сам. Ну, в общем, такие странные выборы, конечно. Ну и еще один факт, благодаря которому вам вообще все станет понятно. Голосование ведь организовали и в Москве для тех, кто переехал туда из оккупированных украинских территорий. Так вот, даже среди них отсеивают, нелояльных, найти участок целый квест. Своим явки и пароли сдадут, а чужим нечего статистику портить. Звонят в ТИК, их спрашивают, откуда вы, и в зависимости от того, откуда они, им сообщают адрес, куда идти. Мы знаем, что организовано 30 участков, но мы не знаем их адресов, потому что решение опубликовано, а приложения к решению нет. Мы даже не можем знать номера этих участков. Не сомневаюсь, что в ближайшие дни скажут по российскому телевидению, мол, все. Мол, в едином порыве, явка высокая, сомнений в результатах нет. Но как эти результаты, ну вы сами понимаете, результаты в кавычках, создавались, я вам сегодня рассказал. Спасибо, что смотрите и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok